Друзья, в сегодняшнем видео мы обсудим, как повзрослеть. Да, существует необходимость в этом видео, потому что множество парней облажались. Я расскажу вам о трех, по-моему, мнению главных характеристиках, которыми должен обладать каждый парень, чтобы мальчик стал мужчиной. Первая главная характеристика – взрослый берет ответственность на себя. Противоположность этому – ребенок. На нем не лежит ответственность, он перекладывает вину и обязанности на других. Он разбивает вазу – ой, это не я, это мой воображаемый друг, или сестра, или брат, или другой ребенок. Так много взрослых, которые не берут на себя ответственность за свои действия. И по мне, это характеристика ребенка. В колледже у меня был друг, и когда я вытащил мотоцикл из гаража, он сказал – я хотел бы покататься на твоем байке. Я предполагал, что если человек просит у меня мотоцикл, он умеет кататься и не уронит мой байк в десяти шагах от меня. Всю вину он свалил на щебень, которого практически не было. И за починку я заплатил 500 баксов, он не дал мне ни цента. Это было так, ой, я соскочил, я в порядке, твой байк – твои проблемы. Я хочу отметить, что взрослый не только ответственен за свои действия, но и за то, что он не сделал. Итак, если вы не приложили усилия подготовиться, убедиться, что бензобак полон перед ночным выездом. Да, может быть, у вас будет возможность заправиться, если по пути будет заправка. Но почему вы не подумали об этом накануне? Всегда уделяйте время подготовке. Теперь поговорим о финансовой ответственности, которая является главным компонентом принятия ответственности на себя. Вы должны быть в состоянии платить по счетам. Урок в том, что, когда вы начинаете платить за себя, вы поймете ценность денег, как они зарабатываются, каково это работать. И вы обретете более сильную позицию очень быстро. Вы должны научиться откладывать деньги на черный день. И когда вам понадобятся деньги, вы не будете зависимы от банка с кредитом в 20 процентов. Вы поймете, что деньги тяжело зарабатывать, поэтому не нужно ими разбрасываться, а стоит откладывать. Итак, если вы учитесь, понимаю, что вы можете зависеть от родителей, но вам нужно избавиться от привычки всегда просить деньги у родителей. Устроитесь на неполную ставку, может у вас есть навыки, как ремонтирование компьютеров, что-то связанное с вашей профессией, что даст вам опыт. Я убежден, что нам необходима финансовая независимость. Вторая главная характеристика взрослого человека – умение принимать решения самостоятельно. Принимайте по жизни собственные решения. Без этого никак. Вы не можете просить других людей делать это за вас. Думаю, все вы знаете фильм «Звездный десант». Моя любимая часть, когда Джонни Рико пытается принять решение идти в Гарвард или в армию. Он хочет служить в армии, родители хотят видеть его в Гарварде. И он задает вопрос своему преподавателю «Что бы вы сделали, будь вы мной?» Самостоятельно принимать решения – единственная настоящая свобода, которая у нас есть. Использую эту свободу. Я обожаю эту цитату. «Жизнь зависит от наших собственных решений. Мы должны быть способны совершать выбор и продолжать жить. Да, мы можем сделать плохой выбор, но в то же время мы можем принять великое решение. Это наша жизнь, и мы должны ее прожить». Третья характеристика взрослого человека, по моему мнению, человек должен понять, кто он. Некоторые из вас уже это сделали, и у вас уже есть прочный фундамент. Вы знаете, кто вы, к чему стремитесь, вам есть что отстаивать и что вы хотите от своей жизни. Если вы уже это поняли – супер, вы в меньшинстве. Подавляющее большинство так и не разобрались с этим. Я знаю, что я еще в пути. Я продолжаю пробовать, но у меня уже есть фундамент. В колледже я изучал философию, я изучал религию. У меня было множество вопросов. Как это понимать? А это? В 15 лет я пошел учиться в семинарию, и я всегда задавался основным вопросом – кто я? Каково мое место во Вселенной? Что мне делать? Для меня философия открыла множество вариантов. Я изучал буддизм, будучи выросшим в семье католиков. У меня так много вопросов. Я продолжаю свое путешествие. Но у меня уже есть хороший фундамент, свое мнение, чтобы знать, в каком направлении двигаться. Чего я хочу достичь? Я ставлю новые цели. Но так много людей, претендующие на статус взрослого, которые не знают, кто они. У них нет своей позиции. Они отвлекаются на все, что кажется интересным. Их бросают из стороны в сторону. У них нет своего фундамента. Они не знают, кто они, чего стоит придерживаться. Это сложно. Это требует глубокого осмысления. Но я крайне рекомендую это тем, кто на самом деле хочет повзрослеть. И в конце этого видео я хочу пожелать вам стать тем мужчиной, каким вы хотите быть. Вернитесь в начало. Пересмотрите три главные характеристики. То, что должно присутствовать в вашей жизни. Вы уже не мальчик, застрявший в теле мужчины. Вы уже на пути становления мужчиной, который нужен этому миру.